Ну что, здравствуйте, дорогие наши подписчики и зрители нашего семейного канала. Прошло 10 дней, как я с вами встречалась и показывала свой огород. И вот теперь, через 10 дней, я хочу показать, какие произошли у меня изменения. Вот это у меня клематис. Видите, какой шикарный большой. Пока он ещё не цветёт, но я думаю, дней через 10 он зацветёт. Тут у меня парковая, пуст парковая роза. И вот сейчас у меня радуют. Это мои ирисы. Вот голубые ирисы. Они зацвели как три дня назад. И вот я решила, а то, думаю, сейчас с дождём прибьёт, и ничего не будет, никакого вида и не видишь. А вот тут вот, вот даже видно, вот бутоны раскроются. Тут будут розовые, а это вот голубые. Дальше, давайте посмотрим. Вот у меня в горшках моя петуния. Вот тоже она сейчас стала браться за силу. А то никак холодно было. Она у меня в беседке стояла, и никак она не могла. Но вот сейчас вот начинает. Потом будут кусты здесь большие. Я потом обязательно вам покажу, какая будет шикарная петуния. Так что начинает понемножку, чуть-чуть уже цвести. Вот такие вот горшки у меня с петунией. Это у меня сиреневая аппелегия. Розовая у меня цвела. Этот многолетник. Честно и забыла, как называется. Они у меня аж так давно цветут. Ну, идем дальше. Скоро зацветут пионы. Вот тоже бутоны, какие набрали. Тут у нас венички. Сегодня уже начали готовить веники к бане. И дальше идем. Тут у меня децентра. Разбитое сердце. Она уже отцветает. Ну и вот тут вот я опять хочу вам показать свои ирисы. Вот такие вот сиреневые. Тоже я говорю уже, как дня три они зацвели. И они у меня в прошлом году что-то так вообще не цвели. И я на них так обиделась и сказала. Я вас всех уничтожу. Выкопаю и выброшу. И больше вы мне не нужны. И вот посмотрела. Они выбросили много цветоносов. Видимо, испугались моей угрозы. И решили меня порадовать. Так что через дней десять я вам покажу опять, что новое у меня появилось. Зацвело. Вот. Ну а пока вот так вот. Пока потихонечку, потихонечку. Скоро вот здесь зацветут у меня колокольчики. Шикарные будут. И пионы. И тут вот еще одна у меня питунья цветет. Мне тут нравится. Ягоды будет много. Вот так вот. Хочу показать, как завязалась моя клубника. Сколько завязи. Ну вот моя картошка. Картошка очень хорошая. Набирает цвет. Будет цвести. Ну и я все никак не нарадуюсь тоже на свою клубнику. Я уже вам показала на одной грядке, как ягода завязалась. Ну а теперь мы плавно переходим в помидорную теплицу. Как я уже говорила, 10 дней назад я вам вылаживала свое видео. Вот. Показывала помидоры. Теперь вот через 10 дней они вот такие. Они, конечно, цветут. Но еще не так сильно обильно. Вчера я их обрабатывала. Вот уже завязь помидоров есть. Обрабатывала завязью. Теперь, может быть, они после завязи всегда более активные и обильно. Они начинают цвести. А так они неплохие. Помидоры мы первые начинаем срывать вот по нашей области. Это я уже четко знаю. 18-20 июля. Раньше не бывает. Где-то более в южных районах. Там, конечно, раньше снимают. Но мы начинаем уже. Мы не покупаем. Мы начинаем уже кушать. Это где-то с 18 июля. Вот такие мои помидорчики. Пока все нормально. Я помидоры и огурцы всегда мульчирую. Это соломой. Потому что это очень хорошо. И влага не теряется. И сорняки практически не растут. Если какие-то сорняки и вылезут, то вырежу. Потому что потом уже прополка невозможна. Ну, это моя лизуня. Лиза. Лиза, хозяйка моя. Ты охраняешь. Лиза. Ну, посмотри сюда. Вот так. Ах ты, моя Лизочка. Лиза. Лизуня. Вот так. Умничка моя. Ну, а теперь мы перейдем в огуречную теплицу. Тут картошка тоже подросла. 10 дней назад она была совсем еще маленькая. Тоже уже свет набирает. И сейчас переходим в огуречную теплицу. Ну, и вот теперь посмотрите, какие стали огурцы. 10 дней назад, если вы посмотрите первое мое видео, какие они были маленькие еще, то теперь они, конечно, уже у меня более-менее приличные. И даже начали цвести. Огурцы формирую в одну плеть. То есть пасынки удаляю. Вот такие пасынки между листами я удаляю. И оставляю только вот цветок, который будет, и огуречек. Ну, как каждое. Ну, как каждое. С июня месяца, вот после той первой съемки, когда я 10 дней назад снимала, я уже делала одну обработку. Это чтобы огурцы были здоровые, здоровый лист был. Это на ведро воды, на 10 литров воды, литр молока, 30 капель йода и 20 грамм хозяйственного мыла я добавляю. И потом этим раствором я по листве обрабатываю огурцы. Прекрасно. От фитофтора, от всех болезней огурцы становятся такие листья, вернее, живые, зеленые. И также этим раствором я обрабатываю и помидоры. И таких обработок я делаю несколько за сезон. Ну, 3-4 точно. Вот сейчас в конце я буду делать еще один разок. Вернее, не один разок, а второй раз. Буду делать точно так же и огурцы, и помидоры. Но у меня цели нет вам рассказывать, как я ухаживаю, как я высаживаю, как я удобряю, как обрабатываю. У меня просто цель для того, чтобы показать, как меняется мой огород постепенно. Каждые, там, допустим, две недели. Ну и, конечно, я не могу обойти вниманием, конечно, это своих любимых курочек. Которые за мной так и бегают. Участок, как видите, у нас очень большой. Курочкам моим раздолье. Выходят они рано, они уже в 4-5 утра ходят, гуляют. Мы им отдали половину своего участка. Участок у нас большой. Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа. Ах, вы мои красавицы. Сейчас вот мы начинаем косить этот участок. Потому что сено тоже надо заготавливать для курочек. Чтобы они смогли зимой в этом сене поковыряться и что-то выбрать для себя. Все мелкие травиночки, листики, они, конечно, выбирают. И всё это склёвывается. Ну вот, что я хотела показать. Вот сейчас я дойду. Тут у нас есть пруд. Когда-то был этот пруд чистый, конечно. Сейчас мы уже его забросили. Когда-то дети маленькие были, купались. Внуки. А теперь всё. Все выросли. Никому ничего не надо. И мы не стали чистить. Было очень много рыбы в этом пруду. Так прилетают дикие утки. Иногда даже птенцов высиживают. Ну вот, когда скосим, мало где прятаться. Улетают. А так частенько наведываются. Я их иногда даже тут подкармливаю. Этих уточек. Ну вот. Начали мы косить на сено. На этом я заканчиваю. Дорогие наши подписчики и зрители нашего канала. Я желаю вам всем добра, здоровья. Всем своим огородникам. У кого огороды, участки, дачи. Чтобы у вас всё росло и благоухало. Задавайте вопросы. Я буду вам отвечать. Ну, ещё раз сказала. У меня нет цели было вам показать, как я это всё выращиваю. Просто хочу показать, как меняется. Как было сначала ничего. Да и сейчас ещё особенно не всё цветёт. Но вот зацветут цветы. Когда зацветут розы, пионы, колокольчики, ромашки. Тогда будет намного-намного интереснее и красивее. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok